Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники, цветоводы. Тема, которую я хочу сегодня затронуть, касается всех. Что это за тема? Это тема с боевыми вредителями в нашем саду, огороде, также на цветах. Чем мы боремся против вредителей? Насекомых, жучков, камашек всяких, которые мешают нашим растениям цвести, плодоносить. Но в первую очередь, очень многие используют это химические препараты. Использую ли я химические препараты? Да, я их использую. Я их использую в борьбе с всякими насекомыми вредителями, которые есть на цветах. В общем-то, безболезненно. Ну и в саду тоже, но на ранней стадии. То есть, по голому сволу или же сразу после цветения я использую химические препараты. Но, когда наступает лето, когда у нас наливаются плоды, когда уже созревают наши овощи и все, то, конечно, не хочется использовать эти химические препараты, потому что мы, в общем-то, употребляем все в пищу. И тут на помощь к нам приходят биологические препараты. Я тоже использую. Что я использую? Вот такой вот препарат Актофит. Это биологическое происхождение. Он имеет очень эффективное воздействие в борьбе с вредителями, но и в то же самое время санитарно-гигиеническое и экологическое мягкое воздействие. Почему биологическое? Когда я стала интересоваться, как, в общем-то, на основе чего делается этот препарат, субстанция, на основе чего делает этот препарат, это мицелий грибов. Ну, какие грибы, я не скажу. В общем-то, не биолог об этом не особенно разбираюсь. Вот что нужно для меня вычитала. То есть, ничего вредного нет. Чем хорош этот препарат, что мы можем употреблять овощи, фрукты через 2 суток. То есть, через 48 часов мы спокойно можем употреблять наши ягоды и овощи после обработки этим препаратом. Ну, также, что положительное, то, что он не имеет токсического действия на теплокромных животных, также не накапливается ни в грунте, ни в воде, ни в почве. Поэтому, в общем-то, я сделала выбор в пользу этого препарата. Что интересно, препарат биологического происхождения, конечно, он не моментально действует на этих вредителей, как химический препарат. Если мы обрабатываем химическими препаратами, мы сразу увидим результат. Где у нас камахи исчезают, жуки падают. После обработки актофитом, он, в общем-то, проходит, можно сказать, сутки, даже до 2 суток после того, после этой обработки. И мы видим действительно результат, положительный результат этой обработки. Я вспоминаю, первый раз, когда я обрабатывала против колорадского жука, то бегала и смотрела, упали они или нет. Вы знаете, пьяненькие они были уже по истечении суток. И тогда я убедилась, что действительно он действует. Сейчас, в общем-то, у меня все соседи используют этот препарат, все очень довольны. Ну и главное преимущество, это то, что он безвреден для нас. Мы его убираем. Почему ранней весной не использую я его? Можно было бы, да. Но дело в том, что характеристика этого препарата заключается в том, что он действует свыше 18 градусов тепла. При более низких температурах он неэффективен. Более того, если у нас температура воздуха достигает 28 градусов, то эффективность его еще улучшается. Поэтому здесь все написано, против каких вредителей, сколько использовать. В общем, я набираю шприцы. Та норма, которая мне нужна, для каких культур. В общем, очень удобно. Есть в маленьких упаковочках, которые можно разбавить на 10 литров воды. Но я вот беру сюда такую баночку, потому что сад большой, огород большой. И вот так вот понемножку я его использую. Так вот, я хотела сказать, что здесь нормы написаны, но если у нас температура 28 градусов и выше, то эти нормы даже можно брать меньше. Но эффективность от этого не ухудшается. То есть препарат действует очень хорошо, положительно, при высоких температурах воздуха. Ну, в общем, как я сказала, что первый раз было... Ну, я его использую лет, наверное, 8 уже. И первый раз было боязно, действует, не действует, убедилась, действует. Вы знаете, один год только был, когда этот препарат... Ну, в общем, вот такая вот же баночка опять у меня была. И я наблюдала, что что-то не то. И у соседей то же самое было. И мы так общаемся, говорим, что-то не действует в нас наш автофит. Скорее всего, были подробки, да. То есть подделки этого препарата. Вы знаете, то, что действует хорошо, то, что ценится, у нас же находится умельцы, которые подделывают эти... Ну, всякие вещи в данном случае этот вот препарат. То есть был такой случай, когда вот я не наблюдала эффективности. Ну, а в основном каждый год нормально всё. Вы знаете, сейчас много народных средств, так сказать, в борьбе с вредителем. Это и горчичка, это и чеснок, это и лучшие пояса на деревьях. Вы знаете, если их, да, пару штук, конечно, можно, конечно, эффективно и можно поиграться. Но, как я сказала, у меня 60 деревьев. Естественно, я не буду обматывать 60 деревьев этими поясами. То же самое с другими культурами. То есть мне вот подходит вот такой вот биологический препарат, как актофит. Я убедилась. В саду я его использовала. От кле использовала. От колорадского жука использовала. От белокрылки. Он мне очень помогал. Поэтому, если мой совет кому-то окажется нужным, можете попробовать. Это очень хороший препарат. Я желаю вам всего хорошего. Желательно, чтобы у нас не было никаких предъявителей. Но если они есть, с ними надо бороться. С вами была Наталья. Желаю всего-всего хорошего. Пока. Пока.